Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Цель ложных предупреждений о бомбе – создать панику, вызвать страх в обществе и проверить возможности государственных учреждений. Об этом говорит министр внутренних дел Анна Ревенко. По ее словам, в ближайшее время Высшему Совету Безопасности будет предложена новая модель вмешательства в случае предупреждения о бомбе. Новый механизм направлен как на обеспечение безопасности граждан, так и на недопущение срыва деятельности якобы заминированных учреждений. Министр внутренних дел отмечает, что количество ложных предупреждений о заложенных бомбах в этом году тревожно возросло. По словам Анны Ревенко, группы вмешательства уже изменили свои стратегии, чтобы как можно меньше нарушать деятельность предположительно заминированных объектов. В ближайшее время Высший Совет Безопасности будет представлен официальный документ о вмешательстве и контроле. Мы классифицируем эти ложные предупреждения о бомбах как нетипичные угрозы, гибридные угрозы. За 12 месяцев 2021 года у нас было 25 ложных тревог, а в этом году только за первое полугодие уже 245 вмешательств, что означает много работы для большей части команды. Для нас важно оперативно вмешаться. Сейчас мы стали лучше реагировать. На данный момент мы работаем над новым механизмом, который будет предложен секретариату Высшего Совета Безопасности. Он находится в процессе разработки и создает по образцу других стран. Этот механизм должен обеспечить безопасность гражданина, а также успешную функциональность государственных институтов или учреждений экономической сферы. В то же время проводятся следственные действия, сообщила Анна Ревенко. Министр внутренних дел сказала, что задача выявления авторов ложных предупреждений является сложной, если учесть, что уведомления поступают по электронной почте. Благодаря технической экспертизе Европола удалось установить адреса электронных почты авторов некоторых ложных сообщений. Цель – вселить страх в обществе, вызвать дестабилизацию, разжечь ненависть и недоверие. Потому что в таких условиях тем, у кого нет добрых намерений по отношению к республике Молдова, гораздо легче достичь других целей. Большинство ложных предупреждений рассылается в электронном виде в формате текстовых сообщений. Мы работаем с международными организациями. Первая организация, с которой мы связались с первого дня – это Европол, потому что у них есть передовые технологические лаборатории, позволяющие гораздо быстрее проводить техническую экспертизу, устанавливать IP-адреса, откуда поступают эти оповещения. Места определены, но пока рано говорить, кто стоит за этими сообщениями и каковы их намерения. Это иностранные юрисдикции, но делать черно-белые выводы пока преждевременно, добавила Анна Ревенко. Для пресечения явления ложных уведомлений о заложенной бомбе Министерство внутренних дел ужесточило наказание за такие незаконные действия. Если до сих пор ложное оповещение о взрывном устройстве наказывалось штрафом или лишением свободы на срок до двух лет, то в соответствии с поправками в уголовный кодекс наказание составляет от двух до пяти лет лишения свободы, а потолок штрафов увеличен до 150 тысяч леев. Как известно, этим летом Молдова столкнулась с беспрецедентной волной телефонного терроризма. В полицию поступили сообщения о минировании правительственных зданий, больниц, торговых центров и других социально значимых объектов. Все они оказались ложными, а многочисленные сообщения о минировании аэропорта блокировали работу авиакомпаний. Из-за задержек и отмены рейсов они вынуждены выплачивать сотни тысяч евро в качестве компенсаций. Разумеется, все это провокация со стороны России. Но вскоре новая модель действий в случае получения сообщения о бомбе будет предложена и Молдова решит эту проблему. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на кнопочку, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.